Доброе утро, мои любимые. Доброе прекрасное утро. Собралась на работу. Смотрите, черным черно. Только что было солнышко. Буквально за секунду затянуло все солнцем. Тьфу, тучи. Доброе утро. Реально дождь начинается. Я слышала, уже по карнизу бьет. Доброе утро, Валечка. Доброе прекрасное утро. Так мне позвонил этот работодатель, позвонил, сказал к 11. Еще рано. А вы как себя чувствуете? Не плакали сегодня? Молодец. Умница. Как небо затянуло. Сейчас дождь ливанет. Говорю, небо затянуло. Ого. А куда они к вам приедут? Сюда? Здорово. А сейчас должна одна приединиться. Сейчас она в Белинжеке, погода плохая. А у меня там хорошее место. У меня сын в Санкт-Петербурге и все оплачивает. Должна приехать. Сейчас звонили. Хороший сын. Вчера купила рыбку на котлеты. Прекрасный сын. Рыбку на котлеты, это хорошо. Пока дождь не пошел, пойду. Пройдусь. Чуть. Ждут. Дождик капает. Вот. Класс. Такая прохлада. Птички там еще где-то поют. А там над морем еще такое. Незатянутое небо. Сейчас покажу. Видите? Там поголубее. Вообще прикол. Сейчас общалась со своей подругой из ВКонтакте. С Наташенькой. Но не с Наташей Ясковой. Из Коврова. А с другой. И она мне говорит, Ириш, я заболела. Ну, когда-то там в феврале. С февраля по март месяц чем-то болела. И говорит, и скорую вызывали, и не знаю чего. А потом скорая сказала, не надо вам в больницу. Никакого у вас коронавируса. У вас там что-то. Может быть воспаление легких будет или что-то. Короче, у нее горло начало болеть. Потом там еще дальше. Не знаю чего. Вот. И она говорит, я месяц или больше месяца была дома. Вообще изолирована от внешнего мира. И говорит, такое было состояние. Вот не хотелось ни смотреть телевизор. Ничего вообще смотреть. А говорит, с утра до вечера. Я, говорит, сидела. Ну, там дома такие были. Сидящие. Условия. Сидела, говорит, с утра до вечера. Смотрела ваши видео. Ну, твои. Мои. Мои. И говорит, такое какое-то было чувство, что вот моей душе не хватает какой-то твоей, не знаю, там, искренности, простоты, чистоты, еще чего-то. говорит, говорит, я как ненормальная, говорит, смотрела с утра до ночи твои видео. Блин, как красиво. Не могу оторваться. Все такое. птички поют где-то сзади. Если бы он еще передавал, так как на самом деле это все чувствуется здесь просто божественно, правда. не знаю, вот как это все передать. Может, не болтать. Слышите птичек? Стукает тут чирикает. И она говорит, я с утра до вечера сидела, смотрела ваши видео, вязала твои видео, и одно заканчивается, начинается второе, одно заканчивается, начинается второе. И говорит, такое чувство у меня сейчас, что я всегда тебя знала и знаю, я не знаю, чего я говорю, так это же самое и есть настоящее чувство, потому что мы все одно, потому что мы все естественно друг друга знаем. Я не знаю, мне так много сейчас стало приходить сообщений, люди как-то открываются, что ли, столько добрых слов, вот правда. когда что-то делаешь или как, я уже говорила, я не делатель никакой, дорожную работу собралась, сейчас ливень, идет ливень, а какая у меня работа, у меня там стол будет весь мокрый, все, не знаю, и позвонил этот работодатель, сказал, что товар не забрал, это он мне вчера позвонил, надо ему сейчас звонить, спрашивать, товар не забрал, меня обманули, сказали, привезут когда-то там, я хотел вечером ехать за товаром вчера, а он еще не готов, может завтра поеду, короче, какая-то фигня, не знаю, ладно, неважно, как я уже говорила, уверенность, это принятие любого исхода, чтобы не было все божественно, понимаете, вот, что-то такое чувствую, что я не закончила мысль, значит, что закончу, реально уже льет дождь, а я стою, уже башка, накапанная, царап, 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 пришла, подожду немножко, может сейчас, несколько минут, дождик закончится, Валечка, а что, долго будет дождь идти? А? Долго дождь будет идти, не знаете? Я понятия не имею. Так вы ж тут живете, вы знаете, быстро проходит или нет? Ну, по-разному. А, по-разному. Я как-то не все равно, что дождь, они от моря, я не праздную. Ага. А вы ходите на море? Конечно. Вчера была, позавчера была, каждый день хожу. А вы не ходите, да? Да? Я торгаю море, которое вот близко с берегом, там эти дети писяют, я столько купалась, я в Сочи много была. У меня там брат жил, и сейчас вот я поеду, вот если мои две подружки сейчас вот быстро приедут, я съезжу быстренько в Холмску, там мы делаем новую душевую, где я буду жить потом, там коттедж, чтобы не было. Ясно. Какие все люди разные? Некоторые детскую урину пьют и считают, что она лечебная. Да? Да. Такие все люди разные. Как говорят арабы, субханаллах, как говорят арабы, субханаллах, они заряжаются, эти испражнения эти испражнения заряжаются детской энергетикой и становятся лечебные. Вот так вот мы поговорили. Мой год, уже говорят, можно забыть, но я не забываю, контролирую. И это... Гром гремит. Мне жара не очень показана. Я когда сюда переезжала из Камчатки, мне была путевка, выделена откисла вот на 26 сентября и врач, и зам главного врача не посоветовал ездить. А я сюда до 6 сентября и в жаре вот это я все вот на ремонтировал. Ясно. Прижал. Ясно. Слушайте свое сердце, а не врачей. Слушайте свое чувство живое. У вас есть своя душа, свое тело. Слушайте их. Не надо никого слушать. И меня тоже не слушайте. Ну, слушайте, если интересно. Но не для того, чтобы делать только так, как я говорю. У вас есть свои глазки, смотрите. У вас есть свои ушки, слушайте. он чаще сердцем, потому что ушки не всего слышат. И глазки не всего видят. Боже, как они поют. Как будто какие-то ангельские трели. Прямо все тело как будто вибрирует, когда слышишь птичек. тут прям можно никуда не идти. Реально такое чувство, что ты пришел, и вся жизнь крутится вокруг тебя, а ты просто есть. люблю вас, мои хорошие. Всем божественного утра. А я буду сидеть, наблюдать, как плывут облака. Позвоню своему работодателю, скажу, что там да как. Ну и потом, нет никакого потом, если вот сейчас эти прекрасные облака, которые плывут медленно и бульяжно. Спасибо, что есть.